Я хочу представить нашу новую рубрику «Разговоры с ресторатором». И у меня в гостях моя хорошая соседка, я считаю, что одна из лучших рестораторов Украины, Аня Казаченко, ну, why not? Ну, я так считаю. Владелица ресторанов «Милбар» и владелец ресторана «Докс энд Тейлс», который находится вот здесь по соседству, у меня на штару Ставели. Вот. Рад тебя видеть. Давай чуть-чуть. Спасибо, очень рада. С повоточком. Мы находимся на штару Ставели. Ты считаешь, это вот, это ресторанная, да, улица, да, крутая ресторанная улица сейчас? Я считаю, что она стала крутой ресторанной улицей. Ты знаешь, когда ты же был здесь одним из первых, да? Ну, я, да, думаю, один из первых. Очень давно. Мы посмотрели помещение для «Милкбара». Ну, мне кажется, это была очень странная еще тогда улица. У нее не было какого-то, ну, какого-то своего шарма, какой-то своей атмосферы совершенно. Она только-только начинала быть тем, кем она есть сегодня. Сейчас, да? Ты заложил, скажем так, основополагающий камень. Мне кажется, что мы, ну, как-то продолжили эту историю. И уже после нас начали подтягиваться... Потихоньку, потихоньку. Да, потихоньку, потихоньку начали подтягиваться другие ребята. Скажи, почему у тебя так много гостей в «Милкбаре»? Все время биток. Это комплексный вопрос очень. На него есть несколько ответов. Ну, во-первых, опять-таки, простая, понятная еда. То есть что-то сложное и непонятное ты не будешь есть каждый день. К нам приходят гости. У нас где-то 50% точно гостей – это постоянные гости. У нас есть люди, которые приходят 7 дней в неделю. Я их знаю лично. Каждый день, да? Каждый день, что бы там ни произошло, они всегда там есть. У нас есть люди, которые у нас знакомились, женились, рожали детей. Просто потому что это какая-то такая, знаешь, понятная еда, которая не надоедает. Это салат, суп, понятный кусок торта, который ты не устанешь есть. Если я хочу поесть вкусного сладкого, я хочу пудинг в кружке и есть его большой ложкой. Поэтому, да, это один из ответов на вопрос. Это простая, понятная еда, которую ты готов есть каждый день. Локация играет не последнюю роль. Это мы, знаешь, я на самом деле всегда была до появления Докзентейлс, я всегда была уверена, что если ты делаешь крутой продукт, люди все равно к тебе придут, где бы ты ни находился. Но после открытия Докзентейлс я сделала для себя вывод, что по себе нельзя мерить. Потому что я такой человек. Я, например, когда приезжаю в Лондон, я выписываю себе места, где я буду завтракать, обедать и ужинать каждый день, и еду в эти места. Я готова искать место для завтрака где-то в Ист-Лондоне на протяжении полутора часа, на каком-то заводе, какой-то... Ты ездила в ресторан там, где Хёрст, да, корова стоит, то есть огромный склад, 20 минут там ехать... Я готова ехать на любой вообще конец света, если я знаю, что там классное место, но далеко не все люди такие. И мы поняли, тогда для нас это был шок, что, во-первых, а, людей раздражает, что им нужно искать, их раздражает, что нет вывески, и, ну, это некий... Все-таки локация, это некий очень весомый фактор. И мы это поняли только тогда. Вот ты назвала еду, локацию, а что еще? Атмосфера. Атмосфера. Атмосферу создают ребята, да, твои? Ты знаешь, не только. Ребята, естественно, ребята главные вообще. У нас во всех ресторанах главные ребята. Но атмосфера состоит из деталей, из разных деталей. Я считаю, что там атмосферу создают и ребята, и каждая подставка для торта, которая покупается и ставится на полочку. Ну, да, люди это все видят, да. Каждая банка, каждая кружка, каждый значок. Мы очень много времени и внимания этому уделяем. А что ты больше любишь? Вот Милбар или Докс энд Тейлс? Это ж ты открыла его, по-моему, через год, да? У тебя двое детей, Руслан? Да. У меня один. Я пока не могу ответить на этот вопрос, но если бы тебя спросили, кого ты больше любишь, ты бы наверняка... Не ответил бы, да. Он не сразу уже стартанул? Нет, не сразу. То есть какое-то время вы там еще ловили, да? Год, ты знаешь, год. Год, да? Год. То есть, мне кажется, вы начали бар больше пушить, да, вот, и это тоже дало свое... Ты знаешь, мы наоборот, мы вначале больше пушили бар, и у нас как раз вот была такая барная-барная тусовка, а сейчас мы 50% бар, 50% про еду. Еда, да? Да. Ты часто вот путешествуешь, да, какие-то... Это дает, да, вдохновение на финале? Это очень много дает. Это так нужно делать, Руслан. Это сложнее делать, когда у тебя маленький ребенок, но это нужно делать обязательно. Это глоток свежего воздуха. Я просто, когда здесь, я всегда в баре или в Комп-Контреус. У меня нет... И уже этот перекресток, он просто... Да, у меня не было ни разу в жизни дня, чтобы я была физически в Киеве и не была здесь. Так не бывает. Поэтому мне нужно переключаться, могу я переключиться, только если я куда-то уезжаю. Плюс ко всему для меня те же 2-3 дня в Лондоне это такой приток просто сил, энергии, каких-то мыслей, желания что-то делать, что, ну, это просто необходимо. Лондон или Нью-Йорк? Лондон. Лондон, да? Да. То есть ты там, кажется, там сейчас больше энергии, да? Я там 2 года жила. Это были лучшие 2 года моей жизни. И это потрясающее место, которое там каждый... Вот ты живешь где-то, а у тебя каждый день не похож на предыдущий. Давай я вот спрошу такой вопрос последний, да, и как бы пожелание. Вот если нас будут смотреть ребята, которые вот захотят открыть какой-то крутой свой проект, какой-то вот они же смотрят, вот Аня, у нее получилось, я тоже хочу. Вот какие есть такие маленькие пожелания для них? Слушай, ты знаешь, это хороший очень вопрос. Я когда хотела, я же очень давно мечтала, я пыталась хоть где-то взять любую информацию. Мне так было интересно все, что вот касается ресторанов. В то время, но это было сколько лет? Вообще, да. Вообще ничего не было. Ты знаешь, я пошла, это очень смешно, но я пошла на семинар к Мусатову, когда не то, что не имела отношения к ресторанам, я была таким очень джуниор-менеджером в рекламном агентстве, просто девочкой, которая любила готовить. Я сидела на этом семинаре, как губка, впитывала все. Я половину слов не понимала. Я писала конспект, я слушала, смотрела на Сашу Мусатова, как я не знаю. На Бога. Как на Бога, на всех этих людей, которые там сидели. Мне было супер стыдно, когда нужно было представляться и говорить там, я Люда, ресторан Евразии, управляющая, а я говорила, я Аня, я менеджер рекламном агентстве, наверное, когда-нибудь открою ресторан. Сгорала от стыда в этот момент. Так вот, это тогда я, это единственное, что я тогда нашла. Вот ребятам, которые сейчас хотят это делать, намного проще, потому что есть очень много всего. Спасибо Игорю Сухамлену, который делает классную платформу, где можно подчеркнуть много информации. И улица с такого, да? И улица с такого. И сейчас очень много, ты знаешь, рестораторов, которые готовы делиться. Я всегда готова. Мне пишут часто, просят, приходят в ноутбар, спрашивают. Расскажи, подскажи. И я знаю, что многие из тех, у кого уже получилось, они готовы делиться. Для меня было совершенно разрывом шаблонов, когда я поехала к Мише Зельману, и когда я увидела, что человек, который уже добился очень много, очень многого, для меня, я туда ехала, я не понимала, зачем он это делает, но явно не за деньги, из тех процентов. Я после первых 10 минут поняла, почему он это делает, потому что у человека появляется потребность делиться. Да. Вот все очень просто. Мы взрослеем, мы хотим быть учителями. Естественно. И вот он накопил базу знаний, он хочет сделать хорошо другим. Это очень круто. И сейчас очень много таких людей, у них можно учиться. Есть какие-то статьи, очень много информации онлайн, на разных языках. То есть я советую очень много брать, учить, черпать, смотреть, посещать, путешествовать, как можно ездить, ездить, фотографировать, записывать, делать мутборды, смотреть, Pinterest. Чем больше этой информации, чем больше картины, чем больше ты берешь, тем больше ты можешь отдать, да, потом своим людям. И, естественно, пробовать, экспериментировать, потому что люди, которые каждый день делают одно и то же и едят одно и то же, и привыкли к одному и тому же, у них не получится. Я считаю, что человек, который делает ресторан, должен все пробовать, быть экспериментатором. Ему должно быть все интересно. И вот только тогда он сможет действительно сделать что-то новое и круто. Да, да, да. Спасибо большое. Тебе спасибо. Я очень-очень люблю разговаривать, поэтому спасибо. Спасибо, Анечка. Очень приятно.